программа вектор у нас гостях сегодня политолог алекс океан олег добрый вечер я приветствую вас я приветствую вас в киеве и я очень рад что вы нашли время и благодарю вас за это потому что я знаю и вашу занятость и то что сейчас на самом деле происходит в украине требует от нас и от грубо говоря от нас имею ввиду коллег по аналитике да намного большего напряжения сил вам что надо отбрасывать эмоции находить время и в данный момент на вас огромная ответственность потому что от вас ожидается сейчас представить армянскому зрителю армянской общественности то что происходит в украине в короткий период и ваше видение будущего это очень важно потому что у нас есть в армянском информационном поле дисбаланс здесь очень сильно присутствует российская часть пропаганды здесь очень сильно идет сильно идет давление и обществу на самом деле интересно что происходит у нас мероприятие в кремле произошло два дня назад в ночное время суток как говорят у фсо было два пропущенных так вот эти дроны есть оценка что это сделала украина украина отнекивается и говорит что мы этого не делаем и зачем нам это делать потому что у нас как-то своих территорий освобождать но мы отлично помним период когда русские курили а украинцы давали прикурить видимо на всех вот этих территориях что на самом деле произошло и ваша оценка вот даже если это было не украина что это значит дрон который пытается сбить флаг с сенатского дворца кремля во первых я так и рад видеть и слышать мне всегда приятно выйти для армянской аудитории тем более пообщаться с вами каран это для меня отдельное удовольствие и действительно для него всегда готов найти время вне зависимости от того какая бы напряженная ситуация не было относительно произошедшего да конечно здесь уже поле мемов и стёба в социальных сетях просто зашкаливающе как собственно и после любого события украине часто шутят что нет такой вещи которые были украинцы не могли бы превратить и в срач имеется ввиду между собой поругаться сбор денег либо в мем любое знаковое событие но в украине сразу же разбирается на эти три направления и мы будто бы муравьи либо пчелы каждый делится то кому что ближе и начинает в общем-то работать в этом направлении так вот и тут с дронами ситуация приблизительно та же самая ведь и конечно это очень не рядовое событие я бы был бы наверно крайне безответственным и не аналитичным если бы я сказал что вот это однозначно сделали российские спецслужбы эта постановка либо же нет это не они это сто процентов сделал украина или возможно это сделали партизаны и силы сопротивления внутри россии которые кстати последнее время все чаще и чаще себе напоминают серьезнейшими и такими громкими акциями и операциями проводимыми на территории россии либо же это может быть вообще некая другая сила может быть это внутренние дрязги и противостояния внутри сам россия конечно очень далекую я точно скажу что от того что это олигархи какие-то там открытки путину отсылают такая версия также прозвучало ну российские олигархи родом из 90 поэтому открытки они не шлют если бьют убьют один раз потому что других вариантов и другого шанса уже не будет поэтому никто никого не будет предупреждать во первых во вторых российских олигархов как таковых как вида уже давно нет березовский и уже давно не с нами ходорковского посадили выдворили в результате то есть целый класс олигархов российских был уничтожен путином еще на своей заре и поэтому в россии на сегодняшний день есть только класс богатых людей которых именуют периодически олигархами которые являются таким себе государственным менеджментом расставлены на различные предприятия в различные сферы монопольные например либо имеют уникальный доступ к сырью добычи сырья в россии но это люди которые являются департаментом соедине кремля кошельком который просто допущен администрировать эти активы ведь классический олигарх он влияет на политику и за счет влияния на политику он обогащается для этого олигархов что есть ну помимо яхт и вертолетов у них есть медиа у них есть собственные политики которых они продвигают расставляют у них есть в конце концов собственный силовой блок своя там служба разведки условно говоря небольшая какая-нибудь и есть трудовые коллективы профсоюзы и какие-то инструменты низового давления которыми можно апеллировать вывести на улицу либо заблокировать какие-то сферы а что в россии олигархов есть а собственно ничего потому что не они влияют на политику а политика влияет на них и они под козырек должны выполнять это в россии называют государственным капитализмом поэтому вот эту версию уже сразу аналитично мы откидываем остаются версии украина партизаны россия тут конечно все очень интересно поскольку кто их конкретно мы не знаем мы можем посмотреть к чему же приводит эта ситуация ситуация с ударами по кремлю она говорят адепты идеи что это инсценировка москвы что она необходима для того чтобы первое мобилизировать российское общество еще больше а второе это возможно для того чтобы сделать некий повод оправдать эскалирование ударов по отношению к украине ну например давить по офис президента в украине либо применить тактическое ядерное оружие либо просто попугается под тем что путин сейчас потянется красной кнопки и соответственно давайте снижайте уровень поддержки украины лучше даже еще лучше остановить и контрнаступление украинское и соответственно иначе мы нажмем красную кнопку вот как бы в таком разрезе две мотивации одна внутренняя одна вроде как месседж на вне оправдательный разберемся чапа внутренней достаточно постараюсь телеграфном режиме кремль это сакральное сооружение для россиян поскольку власти в россии сакрализированная и в общем это символ власти символ силы и в данном случае удар по нему это стать это серьезнейший удар идеологический который говорит о слабости власти а тем более в условиях когда этот удар достаточно ожидаемый ведь и российские власти уже больше года как кричат со всех путевов и паяльников в россии не говоря уже радио телевизоре о том что необходимо бить по центрам принятия решений простого российского обывателя соответственно закрадывается где-то мысль что если россия будет бить по центрам принятия решений и общество требует крови этой то наверное украинцы тоже могут взять и ударить по какому-то центру принятия решений в россии логично согласитесь а потом после этого несколько месяцев назад буквально в россии начинают истерично расставлять по по всей москве большой и малой более того даже некоторые системы очень экзотическим образом размещать внутри москвы например системы панцирь размещать на крыше министерства обороны для понимания такой громадный грузовик армады оружие антенны всяких висюлик на нем которые поднимают кранами и ставлет на здание месец обороны что в этом плане думает россияне власть готовится понимают что могут бить защищают крепость неприступно и тут на этом фоне прилетают беспилотники и бьют по кремлю причем сначала 1 час 15 минут 2 что общество от этого почувствует что это экстенальная угроза скорее нет в россии последнее время растет тревожность и она не просто неспроста растет а из того что все идет не по плану и вот очередной раз москва получает пример того что все пошло не по плану и там где было очевидно ожидаемо и готовились власти к тому чтобы не допустить а украина устами различных представителей медиа говорящих голов неоднократно говорила вот теперь на это 9 мая не мы будем в киеве ждать что там россияне сделать а теперь пускай на 9 россияне ждут что такое украина им преподнесет как сюрприз и на фоне всего этого ожидаемого в россии пропускают два удара камикадзе дронами камикадзе по кремлю самое самое сердце причем именно в резиденцию путина и причем среди всех там флагов их-то множество на кремле висит бьется именно в штандарт президент президентский второй аргумент который есть относительно того что это постановка и российских служб скорее всего не есть так как любовь и слабость путинских путина вообще и российских элит к эзотерике к нумерологии ко всему такому мистическому она очень хорошо известно они слагают уже даже легенды это стало поводом для множества анекдотов и на этом фоне взять и ударить по штандарту президента одному единственному среди всех куполов и башен кремля ну я думаю что конечно тот фсошник или фсбшник который это бы организовывал бы ну я думаю что есть менее полисные способы покончить жизнь самоубийством нежели бить штандарту путин не я уверен что на моменте когда этот фсошник предложил его бы пристрелили но вопрос не в этом я здесь буквально одним предложением добавлю в тему ни одно российское государственное сми которая отвечает за пропаганду эти кадры не показали поэтому в данном по аспекте я абсолютно согласен что это не то есть это не предварительно задумано потому что если бы они задумали вот с точки зрения а давайте вставай страна огромная и все вот это вот фигня то они бы это показали и во всех бы военкоматах крутили типа пойдем мстить и мастя наши будет ужасный и возвращаясь к третьему варианту в которой я собственно верю потому что партизанщина это наше все да ну украина открестилась от того что это мы поэтому тут скажем поводов не верит нашим властям нет а если даже и украина к этому причастна то очевидно не своими руками поскольку для украины сейчас оставлять следы в такой деятельности точно не стоит хотя на полях конечно обозначим что их там нет мы от россии услышали первый раз практически уже 10 лет назад зеленые человечки в общем все вот это вот ересь маскирование и россия тот момент не предполагала наверно что в эту игру можно играть вместе и конечно целый ряд событий которые происходят внутри россии ровно поэтому и начали обозначаться российским пропагандистами некими такими новоязм эфемизмами например склады которые взрываются это не ни в коем случае не удар украины украина не может дотягиваться на слабо это не партизаны конечно какие в россии могут быть партизаны ведь в россии все якобы за путина это эффект линзы россияне говорят солнышко припекло снаряд когда происходит некие взрывы долетает что-то то говорят ну какие же взрывы извольте это хлопки просто так стыдливо и нежно похлопывание брянска белгорода еще там где-то когда происходит отрицательное всплытие крейсера москвы то да говорят обычно что был шторм и из-за плохих погодных условий произошла поломка и в общем-то бедствие корабля по техническим причинам причем там такая агонизирующая бедствие было его долго тянули якобы спасали и так далее нет чтобы сразу признаться что вы практически сразу как топор пошел на дно но нет надо было придумать вот эту всю легенду тянуть и так далее то есть много различного новая за которым россия может эти свои стыдливые ситуации описывать поэтому склоняюсь к третьей версии партизан и тут конечно же российские партизаны симпатизируя украине во многом это делать в своих интересах но тем не менее отрицать что украинской службы с ними в контакте было бы наверное глупо и почему именно сейчас то может происходить поскольку с пво не только украины есть проблемы в россии она также ограничено в количестве ну вот как-то так повелось и в россии что солдат бабы еще на рожать могут а пво не бабы на в россии еще не родились которые вот сразу выдают с 300 панцире и прочие туры соответственно это вещь ценная и их берегут их не так много им необходимо пользоваться по назначению и вот тут вот беспилотник то взорвался но растяжка для российской власти осталось что делать прикрывать сейчас линию фронта того и украина сейчас фактически входит в финальную стадию подготовлений к наступлению либо же прикрывать москву во время парада ведь теперь и это четвертый момент а который остается у нас после беспилотников фактически парад в москве 9 мая он уже не под гипотетическим неким прицелом а вполне себе демонстративно было показано что может могут дотянуться неведомые силы и испортить праздник путину соответственно сейчас необходимо стягивать эти системы противовоздушной обороны к москве для того чтобы прикрыть парад прикрыть москву и не допустить очередного фиаско поскольку единственное что российское общество никогда не прощает своим правителям да и собственно и и самим себе и внутри российского общества это не прощается это слабость в россии культ силы в россии культ насилия бьет значит любят боятся значит уважают и в общем дальше можно пойти по списку как и русский фольклор и литература и просто реалии за окном российские они тезис подтверждают ежедневно и в этих условиях когда власть пропускает удары по кремлю это слабость они не не смогли не удалось но если после этого произойдет еще один удар например 9 мая и на глазах ошумленной публики сгорит какая-нибудь техника проходя по красной площади то конечно это будет фиаско поэтому политические цели тут конечно превалируют над военными скорее все придется оттягивать попова для украины это чудесно поскольку в таком случае это меньше жертв и меньше потерь со стороны украины тем более в воздухе асимметрия в сторону россии тут греха таить нечего россия действительно доминирует воздухе не безраздельно им в этой войне не удалось выиграть ни одно из пространств россияне рассчитывали что с первых дней войны они тотально и будут доминировать в море и в воздухе а на суше они будут в доминирующем положении и фактически вся битва схлопнется только до сухо сухопутной операции но так получилось что они море россия не смогла выиграть а не воздух а на земле так и вовсе утратила инициативу военную буквально через три-четыре месяца боевых действий поэтому сейчас ситуация такова что российская власть в растяжке и относительно кого например им придется решать что для них важнее кстати это же та же причина по которой отменены парады по всем большим большим и когда говорят что это только крым белгород прочее потому что чтобы не дразнить возле линии фронта техника и так далее то у меня вопрос а в тюмени тоже фронт проходит здесь надо же метров по всей россии дотянуться до тюмени этого от москвы 2000 от украины еще больше а в нижневартовске там тоже наверное не но это понятно подожди 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 оставим пока раз русскую географию здесь ты упомянул одну интересную вещь я вынужден с тобой не согласиться потому что если речь идет о прикрытии пво на данный момент то что россия прикрывает называет прикрытием линии фронта и ну хотя бы оперативных тылов то скажем периодически и бавовны они же хлопки в крыму позволяют мне предположить что это не совсем так то есть если украинская сторона считает что вот эта растяжка что вот сейчас будет оттягиваться от того что на фронте ближе к москве то там уже на фронте зияющая дыра будет потому что при нынешних условиях когда особо никакой растяжки нету там в принципе все что надо куда надо прилетает и сколько раз надо столько и взрывается и еще один нюанс я сразу оба скажу я попрошу ты сразу ответил я несколько предвзято отношусь к журналистским терминам а давайте объясните мне когда будет контрнаступ потому что люблю смотреть карты и люблю смотреть стрелочки на этих картах пишу меня ощущение что ну минимум дней десять как контрнаступление началось но украинская сторона активно говорит вот вот мы еще не начинали вот мы сейчас начнем вот тебе две этих самых темы которые ну этим собственно закроем не пойдем к большой нашей любимой большой политики позволь я не буду комментировать началось ли контрнаступление я лишь добавлю то что современной войне контрнаступление это не танковые клинья идут сотнями на заранее подготовленные позиции это абсолютно другой стиль и тип военных операций двадцать первом веке не россия еще часто воюют как раз вот этими вот даже не потоле тактичными группами у них провалилась же они создавали свою реформу проводили создавали батальон тактической группы вы ждать сейчас откатились до старой советской форм у них опять полки дивизии прочее потому что в вертикально ориентированном обществе где доминирует иерархия где нету практики и состоявшейся практике принимать решение на низовом уровне брать ответственность и реализовывать креативе данная модель network center как парус это типа типа ститиво ци перес험idir90 чная модель войны она невозможна поскольку если тень и не инновационное общество у тебя никогда не будь инновационной армии ты не можешь если у тебя вертикальная общество ты не сможешь горизонтально организовать армию и наоборот например вертикально ориентированная армия невозможно в горизонтальном обществе это например то что в украине было армии оставалось четырнадцатом году еще абсолютно советских штанов и советских моделей а общество уже было абсолютно горизонтальным, не советским. И получается, что классическая модель управления украинской армии тогда была провальна, поскольку армия все равно не могла работать в том режиме. У нас то же самое было во время 44-дневной. Ну, тогда это очень хорошо должно быть понятно. Кстати, достаточно много аналогий можно находить между действиями и моделем поведения армянской армии и украинской, поскольку есть определенные культурные и другие основания, которые дают этому возможность, которые фактически это обуславливают. Так вот, возвращаясь к этой теме, то в данном случае контрнаступление – это серия операций, которые будут волнообразным образом, по нарастающей, происходить в разных точках, и причем чередуя разные методы и тактики на оперативном уровне для того, чтобы подготавливать эти волны. Сначала выносятся тылы, логистика разрушается, уничтожаются топливно-палывно-мостыльни по-украински, это топливно-смазочный материал. Даже смазочный материал. Да, прошу прощения, мне просто уже на русском профессиональном переводе сложно сделать. И ГСМ уничтожается, все остальное. В общем, это несколько другой вид контрнаступления, поэтому мы, мысля картинками, стереотипами, там, Вторую мировую, Первую мировую и так далее, мы, конечно, ожидаем нечто одно, а на выходе будет несколько другое. Я надеюсь, что это приятно удивит. Хотя, конечно, одна из проблем в Украине сейчас, и слава богу, она пошла чуть-чуть на спад, это то, что в течение многих месяцев настолько раскачивалась тема контрнаступления, что, или как уже даже сами россияне говорят, контрнаступ, поскольку они тут руководствуются украинской терминологией, что в украинском обществе начал появляться некий фанатский синдром, скажем, болельщеский, когда, ну где же уже это контрнаступление, ну когда же оно будет, в общем, все чуть ли не запаслись попкорном и его ждали. Хотя, прекрасно надо отдавать себе отчет в том, что контрнаступ это необходимая мера, не от удовольствия она происходит, а это кровавая баня, поскольку это будет повышение количества жертв со всех сторон, и с украинской стороны в первую очередь то, что интересует нас. Поэтому тут мы можем шутить, мы можем, конечно, иронично, по-разному абсолютно комитет прочее, но все это происходит сквозь стиснутые от сердца и слезы, поскольку мы понимаем то, что это цена, которую мы платим за освобождение собственных территорий и за возможность определять собственное будущее, поскольку эта война, она там не за какой-то клочок земли, это война России начата на уничтожение Украины, заявлением того, что мы не существуем как нация, и то, что происходит на оккупированных территориях, уже даже миром, который был не готов называть вещи своими именами, который до сих пор очень часто стыдливо отводит глаза, когда необходимо признать реальность. Даже несмотря на все это, настолько это очевидно, что мир уже называет это геноцидом. По детям геноцидом уже принята резолюция соответствующая, по военным преступлениям путинским уже есть ордер на арест международного криминального суда, что является абсолютно беспрецедентным, и никто не ожидал, что это произойдет сейчас. То есть настолько уже просто вся эта ситуация кипит. И в этом же разрезе на первую часть вопроса ответ по ПВО я тут не вижу противоречия, поскольку действительно у России все достаточно сложно. Линия фронта большая, систем ПВО не так много, а те, которые есть, они тоже у них разрозненные, то есть у них есть некоторые дефициты по разным типам противовоздушной обороны, оперативного уровня, статического уровня, есть фронтовая, есть тыловая и так далее, статистическая, то есть у них там тоже очень все неравномерно. А теперь в этих условиях еще придется оттягивать. Вообще очень интересно, как в России сейчас попадают в собственно расставленные ловушки, поскольку они замахнулись не по размеру, переоценивая собственные силы. И теперь постоянно они играют в тишкин кафтан, или как там по-русски называется. В общем, снимают латки с одной дырки на этом кафтане и перешивают на другие дырки, постоянно прикрывая их, потому что все равно дыр больше, нежели латок, и они не могут его отремонтировать, не могут его целостно заменить, и пытаются вот на ходу постоянно эти латки менять местами. И с ПВО сейчас ровно то же самое происходит. Или, например, последнее, что скажу, то, где сейчас надорвались очень серьезно россияне, это Бессмертный полк акция. Теперь Бессмертный полк будет происходить, Карен, как ты думаешь, где? А вообще будет? Где не отменили? А, в онлайне. В онлайне не отменили? Не, ну в онлайне, слушай. Для большей части российского общества онлайн вообще недоступен, потому что они не понимают, о чем речь идет. А, тогда понятия не имею. Где? В Африке. В странах-союзниках России, вот там, друзьях, в Африке будет происходить Бессмертный полк. На территории России Бессмертного полка не будет. В общем, это единственное сегодня место, где оффлайн ножками будет произносить полк. Почему? Не, ну почему, понятно. Потому что пойдут чмобики, точнее, пойдут люди с плакатами, с портретами чмобиков, и станет понятно, что, кстати, да, вот это интересная история. Есть оценка, что начиная с ноября, ну это уже в Армении, даже те, кто не интересуются, наизусть выучили слово Бахмут, не знают, как правильное ударение ставить Бахмут или Бахмут. Но точно не Артемовск. Но дело в том, что с августа его берут, берут. Все знают, что что-то берут, но что берут, непонятно. Так и не взяли. В последнее время пошли вот эти информационные аналитические статьи от Wall Street Journal, от других иностранных средств массовой информации, которые здесь переводят. То есть уже оценка, что 100 тысяч плюс потерь у российской стороны, очень часто этим оперируется, вот в смысле о потере украинской какие. Так как Украина никогда не публикует своих здесь, вот где работает российская пропаганда, она говорит, что да, может быть, но это не столько, это значительно меньше, потому что обычная российская пропаганда парирует только числами Министерства обороны, не считая вагнеровцев, не считая так называемых вот эти вот... Мобилизированные с обороны. Да, Луганск, Донецк, Добровольцы, Росгвардия. Вот все это не считается, там только по Минобороне 20-25 тысяч, ну окей, ладно, не важно, не суть. Потери у украинской стороны есть на определенных ресурсах в технике, нет в живой силе. Что, естественно, всегда оставляет место для интерпретации, особенно в обществах, которые достаточно, ну скажем так, не то чтобы нейтральны, но не столь эмпатичны по отношению к войне. То есть всегда кто-то пытается вот этот вопрос разыграть. Это и есть в Грузии, это и есть в Армении. У меня ребята, например, живут и работают в странах, периодически возвращаясь в том же Сингапуре, там же в Дубае. То есть то, что Куса периодически говорит, что вот арабские страны вообще не понимают, о чем речь. И для них все это вот так однозначно. Вот в целом, если можно прокомментировать и как-то ответить российской пропаганде, потому что дальше мы уже пойдем в большую внешнюю политику, и там нам придется очень сильно это самое сделать. Смотри, на самом деле тут проблема не в ответе, проблема в самом вопросе. Потому что смотря на что мы хотим ответить, что, скажем, мотивирует этот вопрос. Ведь цифры, ну окей, они могут быть абсолютными или относительными, но они нам ничего не ответят. Если мы смотрим с точки зрения гуманизма, сохранения человеческих жизней, то есть в целом сколько погибло в этой войне, то тогда, наверное, куда значимей цифрой является убитых гражданских. А только в Мариуполе по разным оценкам это больше 100 тысяч людей, гражданских которых Россия уничтожила, убила. А если брать еще все остальные территории, то это сотни тысяч людей, которых Украина гражданских потеряла от российских ударов, от российской оккупации, от уничтоженных городов. Поскольку до Мариуполя были Северодонецк, были Лисичанск, города, которые стирались, Бахмут сейчас практически доразобран, Авдеевку россияне сейчас утюжат. И множество других городов до того, по меньшим размерам, которые также стерты с лица земли. Вот картинки маленькие, например, можно посмотреть. Я советую, если хотите, просто загуглите, вы увидите, там есть аэрофотосъемка. Это просто сгарящее, пепелище. Достаточно процветающий до этого пригород в Донецком. И поэтому, если гуманизм, то тогда надо брать все жертвы в этой войне. И тогда становится понятно, что это очень масштабно. И прежде всего гражданские, это, конечно, непростительно для путинского и российского режима политического подобное преступление. Если мы говорим о военных потерях, тогда, возможно, мы ставим вопрос о том, собственно, где болевой порог. То есть, стороны потеряли столько-то солдат, и, соответственно, это, наверное, мы ждем, что кто-то из них остановится из-за этих потерь. Тогда, наверное, нас интересует не сама цифра, а насколько эта цифра является приемлемой для того или другого общества, для противоборствующих сторон. И тут ответ достаточно простой. И для России на сегодня цифра, которая есть, приемлема, и для Украины цифра, которая есть, она приемлема. Вне отношения того, мы можем поставить там х и даже не писать какие-то нолики. Поскольку российское общество построено на культе насилия, и, в общем, эта война еще имеет запас поддержки и мобилизационного резерва в российском обществе, он, конечно, тает. Он уже очень слабый. Уже идет не просто, помним, сначала добровольцы шли, и потом контрактники, потом уже резерв, фактически принудительная мобилизация, начали выгребать зоны, и вагнеровцев заключенных контрактировать. Сейчас начали уже рассылать повестки через госуслуги электронным образом. Реклама, баннеры идти на контракт российские сейчас висят всюду, из-под того, что приходят просто вам в приложениях, и даже просто в госуслугах, там буквально позавчера мне человек показывал, что в российских госуслугах снова пришла к этим платежкам, когда приходят коммунальные платежи. Там из Сирии идет такая история, что вот у вас столько-то заплатить, а вот вам рекламка, идете на контракт, и тогда вам льгота, вы не платите за коммуналку и прочее, столько-то еще денег в зарплату получаете. То есть к платежке за электричество вам идет фактически агитация, можете не платить за электричество, пойти воевать. Не от хорошей жизни это делается. Но определенный запас там еще прочности есть. То есть цифра практически 200 тысяч погибших российских солдат и всего их контингента, сюда можем добавить еще критически травмированных и так далее, то есть колоссальнейшая цифра. Даже то, что публично, скажем, озвучивается западными аналитиками, те цифры, которые меньше, нежели дает Украина, даже они больше, чем совокупные потери России в чеченских компаниях и в Афганистане. Россия уже потеряла больше в Украине. И тем не менее, это не ужасает российское общество. У меня есть на это ответ, почему, но пока останемся на том, что просто не ужасает. Со стороны Украины, в данном случае, сколько бы солдат ни было потеряно, мы боремся за собственное будущее. Мы понимаем каждый, за что мы терпим те тяготы, либо воюем, либо рискуем жизнью, либо действуем так, как мы действуем. Мы прекрасно понимаем, что мы защищаем и за что Украина воюет. Поэтому для нас тут цены нету как таковой, потому что это война за существование, за выживание. И поэтому эта война всех в Украине, один из самых больших в мире, и самый большой, по-моему, в Европе процент женщин, например, в армии. У нас огромнейшее количество женщин офицеров, у нас огромнейшее количество женщин военных. Причем это не только там, условно говоря, связь. Это и силы специальных операций, он же спецназ, условно. Это и полевые стрелки, штурмовики и так далее, авиация всюду. То есть эта война действительно для нас является экзаменальной. Поэтому тут цифра не имеет такого значения. Она наоборот вызывает, когда появляются определенные цифры, они вызывают ярость по отношению к России и наоборот мобилизируют общество. И третий момент, если мы говорим об абсолютных цифрах в данном случае, как об неком идеологическом, скажем, маркере оправданности-неоправданности этих жертв, то есть сколько же еще можно, не с точки зрения терпения общества, а с точки зрения того, какую цену платят, то надо понимать, что российские потери, это потери за их амбиции. Это война агрессивная страна России, нападение. И они сейчас платят непомерную цену за то, чтобы что-то себе прирастить, захватить, уничтожить Украину, в общем, за некие свои идеологические галлюцинации. А для Украины это потери в защите, это потери от агрессора, который пришел тебя уничтожить, убить твоих родных, убить тебя, изнасиловать твоих сестру, жену, мать и далее по списку. То есть это абсолютно несоизмеримо сопоставление тех цифр. Но теперь на самый последок скажу, что цифры потерь со стороны России и Украины кратно различаются, и Украина теряет значительно, меньше, если мы говорим о солдатах. Можно посмотреть на технику, там, где цифры верифицированы, и увидеть пропорцию приблизительно, какая потеря по людям, она будет даже чуть больше в пользу Украины, поскольку у нас разные модели поведения военного, и у нас, несмотря на все проблемы, но у нас и в обществе, и в армии человеческая жизнь ценится, она ценна. Мы техникой можем рисковать больше, хотя ее мало, чтобы спасти людей. А в России наоборот, они закидывают людьми, потому что бабы нарожают, а технику они не рожают. И эта разница очень видна, когда, например, происходят похороны героев погибших в Украине и похороны в России. Поэтому проводы, поэтому в Украине скрыть потери невозможно. В каждом селе, в каждом городке люди прекрасно знают, сколько у них погибших, и потому что всегда хоронят с почестями на центральных аллеях, и можно увидеть целые села, которые стоят на колени, когда едет катафалк с погибшим защитником или защитницей. Здесь иногда проходят. Просто скупную цифру, обобщенную цифру, Украина, конечно, не публикует для того, чтобы не давать поводов для России инсенуации, поскольку они все равно там нарисуют нолики, которые хотят, и все равно эту цифру начнут обсасывать с разных сторон. Это будет как минимум неправильно по отношению к погибшим, которые заплатили своей жизнью за борьбу в Украине. Это правда, периодически здесь появляются ролики из Украины, особенно когда погибший офицер или солдат армянских корней. То есть здесь обязательно во всех это крутится. Очень впечатляющая и задушубирующая традиция, когда просто на колено становятся люди и флаги. В общем, это тяжело. Здесь я очень благодарен, потому что ты дал самую классную формировку за последнее время. И ее, я надеюсь, что возьмут люди на вооружение, которые нас смотрят, но как будут уже во время дискута это использовать, это болевой порог. Потому что то, что ты сказал, и то, как ты это описал, это фактически то, что в конфликтологии имеет довольно длинное такое объяснение. Но вот болевой порог, это очень такая хорошая, правильная формировка. Мы к этому вернемся. Я хочу просто вот в последнее время 140 сколько дней уже Арцах в блокаде. Все, что сейчас в Украине происходит, у меня просто дежавю, потому что вот последнее путинское заявление о том, что либо к 2024 году на оккупированных территориях получат российские паспорта, либо пусть уезжает. Это абсолютная калька Салиевского. Либо вы получаете азербайджанские паспорта. Вот он ставит блокпосты, блокады, все это такое. Либо вы получаете азербайджанские паспорта, либо вы уезжаете. Они в один, один в один, я не знаю, как одной матери, не знаю, что за мать, должна была родить таких абсолютно шизанутых людей. Но все-таки вот это вот кровное родство. Но мы перейдем к большой политике. Потому что на самом деле 26 апреля произошло очень уникальное событие, которое попытались сбить. Это для армянского общества очень важное было событие. Армянская дипломатия впервые в истории однозначно проголосовала против России. Это было просто вот такое что-то. И сразу после этого, в течение двух дней, россияне попытались скомкать историю о том, что там нет, там по преамбуле было другое голосование, а вот там всего лишь 80 стран за, остальные воздержались. Но в целом, мы еще один шаг прошли. Достаточно тяжело. Я думал, ты знаешь, как долго мы грызем этот гранит, который называется Мид Арменией, для того, чтобы все это дело двинулось вперед. Но каково значение подобных шагов для Украины со стороны мирового сообщества? Как украинское общество к этому относится? Меняет ли это как-либо ваше отношение к возможному мирному урегулированию? То есть, вот эта общемировая поддержка, что она вам дает больше? Агрессии? То есть, ну, агрессивности? А давайте вот все порвем, как тузик грелку. Или скорее дает возможность чуть-чуть передохнуть и с более холодной головой подойти к возможному урегулированию? Мне кажется, чуть-чуть фокус, наверное, в этом вопросе стоит сместить, поскольку на самом деле у Украины нет никакой там кровожадности по отношению к России. Если бы она была бы, то сейчас бы, условно говоря, президент Зеленский выступая, сказал бы, за каждого убитого украинца будет сто убитых россиян. И дотянуться и взять просто обстрелять полный Белгород, накрыть его шквальным огнем, у Украины вообще никаких проблем нет. Мы туда достреливаем чуть ли не с рогатки. Но для Украины эти методы неприемлемы. Мы не воюем с женщинами, с детьми, мы не воюем с гражданскими, несмотря на весь тот уровень ярости, который есть в Украине и прекрасное понимание того, что не Путин придумал россиян, а россияне были беременны Путиным. И эта война, это не война Путина, как некоторые любят говорить на Западе. Это война российского общества, российской культуры, российского государства против Украины. И она построена на всех тех влажных мечтах, которые в самых потаенных и темных уголках российской души скрывались. Поэтому, к сожалению, тут, несмотря, скажем, на всю эту природу, но тем не менее, она стала возможной. Эта война и была даже не то, что стала возможной, она была неотвратимой фактически. К ней двигал и Путин общество, и общество подвигало Путина. Но, несмотря на это, Украина не бьет по гражданским объектам и не ведет такую же войну. И тут можно, конечно, все это свести в некую формулу, что этим отличается игра, скажем, или за плохих парней, или плохую сторону, и за хорошую. То есть всегда тот, кто на стороне зла, он всегда пользуется всеми плюсами игры за плохих парней. А тот, кто на стороне добра, он всегда повязан по рукам всеми минусами игры за хороших. Поэтому тут у Украины набор инструментов, он гораздо уже и меньше, нежели у России. Мы далеко от себя не можем позволить то, что россияне. И даже не хотим этого, поскольку, если, не дай Боже, Украина бы где-то в какой-то момент дала бы слабину и прибегла бы к таким же методам, то тогда вопрос, а за что мы воюем? Если мы просыпаемся в одно утро, смотрим в зеркало, и видим у себя такие же рога и копыта, как у России. Нет, мы воюем за собственную альтернативу и за абсолютно иное понимание о прекрасном, о правильном, о счастье, которое есть у украинского общества, и которое непримиримо с российским представлением о том, как должен быть устроен мир и устроено наше пространство Восточной Европы, и просто даже уклад человека на индивидуальном уровне, как его жизнь и его персональное счастье должно выглядеть. Поэтому, конечно же, в этой ситуации голосования и прочее для Украины важны как подтверждение того, что мир с нами, поскольку для нас важен этот камертон того, что и мир понимает, за что мы воюем и почему мы боремся, с одной стороны, и с другой стороны, то, что мир разделяет с нами эти ценности, и он не оставляет Украину один на один, поскольку цена данного российского противостояния это не судьба отдельно взятой страны, Украина. Это судьба и всего пространства вокруг, имеется в виду региона, но это и судьба в целом мира. То, что ты сказал по поводу, например, Алиева и Путина, и аналогий, ну это абсолютно логично и ожидаемо, и предсказуемо. Я могу там этот ряд продолжить, и Путин во многом вдохновлялся действиями Турции по Кипру в свое время, а они все дружно вдохновлялись африканскими диктаторами, и многими другими, поскольку не бывает так, что на нашей маленькой планете, где какой-то микроскопический вирус, который никто не видел, берет и захватывает ее за несколько месяцев, и вся планета борется с ним, что на этой маленькой планете можно в одном месте жить, и в идеальном микрокосмосе, где все хорошо, а вот вокруг все будет гореть. Нет, это все сообщающиеся сосуды, и опыт от них диктаторов сразу же перенимается другими. Прецедент, который создан в одной точке планеты, он сразу же эхом отбивается в другой. Поэтому в случае, если бы Украина претерпела бы поражение, и Путину удалось бы реализовать его планы больше, чем год назад, то мы бы сейчас уже имели бы ситуацию тотального сафари, где более сильные соседи, более агрессивные диктатуры нападали бы на своих более слабых или демократических соседей, и чьи границы были бы не прочь перечертить, чего-то себе отнять, где-то чего-то заполучить, поскольку стало бы окончательно понятно, что мир не способен противостоять грубой силе, и, соответственно, настает время большого сафари, и травоядным в этом мире делать нечего. Поэтому Украина вот в данном случае, она показала, что оказывается, помимо гетеротрофных и платоядных, все-таки мы забываем иногда, что бывают всеядные животные, которые могут питаться травкой, пока их не трогаешь, например, как кабаны и желудями, но если их тронуть, то порвут любого, даже медведь, даже того, кто больше, причем самоотверженным. Вот это, наверное, то тотемное животное, которое можно сказать в этой войне Украины, или медоед, либо вепарь, он же кабан. И это во многом выражается и в голосовании. Поэтому в Украине, на самом деле, вот к этим голосованиям не относятся как к чему-то серьезно влияющему сейчас на войну. Это скорее контекстное, это скорее психологически важно, символически важно. Поэтому болезненно, когда какие-то страны, которые также являются демократическими, например, и которые также имеют целый ряд угроз для себя в случае, если Россия победит, когда они, например, не голосуют. И на этом очень часто армянские коллеги, я думаю, сейчас я тайну тут не открою, просто знакомые, обижались даже, откровенно обижались, что вот смотрите, Азербайджан воздерживается и не голосует. И Украина ничего Азербайджану не говорит такого, хотя на самом деле говорит. А вот Армения воздерживается, и вы не понимаете, почему Армения так поступает, и вы вот критикуете. Но есть большая разница. Азербайджан авторитарное государство. И все понимают, почему он воздерживается. Это соответствует его интересам, поскольку он пользуется прецедентами, созданными Россией. И как бы там Азербайджан сказал, что он поддержит Украину, но на самом деле при этом они в том клубе. Они те правила исповедуют, и им те правила игры необходимы. И они обеспечивают их конкурентное преимущество. А Армения, будучи демократическим государством, противостоящим авторитарному государству, агрессии авторитарного, агрессивной политики авторитарного государства, она в этом клубе. И поэтому от нее ожидание, что она будет голосовать в унисон с демократическим миром. Конечно, с какими-то послаблениями. Конечно, с определенными мягкостями и прочим. Всем все понятно. И, конечно, безопасностные риски для Армении очевидны. Но, тем не менее, что Армения будет одной ногой хотя бы здесь, и при этом второй ногой там, а не солидаризироваться в клубе между Азербайджаном и Турцией в голосовании. И вот сейчас, кстати, создалась очень интересная ситуация, что с этой резолюцией одновременно, можно сказать, в голосовании проявляются те, кто за Китай, Армения и Турция оказывается, там вот Армения и Турция в одном клубе, например, а Азербайджан по другую сторону. Уникальная, как по мне, ситуация, которая тоже интересна была бы для анализа вот с точки зрения того, как иногда интересы могут совпадать абсолютно диаметрально противоположным образом от ожидаемого. То есть, вот эти формулы черно-белого мира, они очень часто не действуют в таких моментах. И само это голосование, если говорить о разрезе, скажем, армянском, то это шаг вперед. Это был шаг смелости и шаг последовательности тем ценностям, которые исповедует армянское общество, армянское государство. То, что дальше решили скомкать, это все, прежде всего, россияне тем, что якобы там преамбула отдельно голосовать. Кстати, я не нашел ее на сайте, но это бог с ним, возможно, она там не вывешена, либо, может, я плохо искал, может быть, действительно она есть там, но это уже махание кулаками после драки. То есть, ключевое состоялось, резолюция была проголосована. И проголосована она была в частности из-за того, что действия Путина на сегодняшний день реально угрожают всему милу. Кроме вот отдельных отщепенцев, которые проголосовали вместе с Россией. Всего пять стран. Там Беларусь, Сирия, Никарагуа, Никарагуа, да, сильнейший мира сего собрались и проголосовали против. Вот 18 стран, которые воздержались, там очень разная сборная солянка, но в основном это те страны, которые выгодополучатели от российской агрессии, либо страны, которые пытаются прикинуться шлангом, что их не существует на международной арене, и, в общем-то, их может эта буря не затронуть. Но это большая иллюзия, поскольку вот ровно по этим 18 странам, в случае, если бы Россия удалось сдоминировать, то нож прошелся бы одним из первых. Да, скорее всего. Олег, еще один вопрос, я думаю, что здесь можно, просто не будем тебя больше задерживать, знаю твою занятость. Здесь периодически возникает вопрос, на который я не могу ответить, хотя, ну, по крайней мере, ты знаешь, что я последний год, два месяца сижу в украинском информационном поле, где Украина видит окончание этой войны? Я могу ответить очень просто. Граница 91-го года? Ну, во-первых, не 91-го года, терпеть не могу, и, кстати, я сейчас, я надеюсь, что мне так и удастся, я эту штуку поменяю в публичном дискурсе. Задолбался я слушать про 91-го года, это не 91-го года, это граница 2013-го года. В 91-м году они были подписаны, но границы 2013-го года, благополучно Украина прожила в этих границах 22 года до того, как Россия захотела в себе оттяпать Крым, Восток и, собственно, уничтожить Украину. Это один из критериев. Первое, это возвращение территориальной целостности, безусловно. Второе, это суверенитет Украины, то есть, это возможность самим решать свою судьбу, внутренней и внешней политики, в которой она там реализовывается и так далее. Это второй момент. То есть, Россия должна отказаться от собственных претензий относительно Украины, признать существование и сказать, в общем, и продемонстрировать, что больше они этого не сделают. Третье, поскольку у России нет веры, недостаточно, чтобы они этого сказали, это безопасность. Безопасность это работающий аэропорт, безопасность это функционирующая экономика, это, в общем, возможности перспективы будущего. Если мы выходим на свои границы и мы суверенны, но при этом Россия постоянно из-за забора нас обстреливает, то война не закончится. Если они все время угрожают тем, что они могут в любой момент реваншировать, это тоже не является миром. Соответственно, третий момент это обеспечение безопасности. Либо вследствие переговоров и процесса внутри России и, в общем, как бы добровольно Россия отказывается от своих амбиций, самоограничивается в этом направлении и гарантируется безопасность Украине за счет России, за счет международных организаций, например, вступление Украины в НАТО, либо какие-то дополнительные оборонные союзы, либо обязательства берутся, что-то такое, это один вариант, либо второй Украине тогда придется создавать зону безопасности внутри самой России. И, соответственно, тогда Украина доходит и через забор начинает отвечать на российские агрессивные действия, уничтожать установки, с которых Россия может нас обстреливать и дальше по списку. То есть, тогда мы будем вынуждены силовым образом гарантировать для себя безопасность вглубь наших территорий. Иными словами, демилитаризация России. Четвертый момент. Это репарации, компенсации со стороны России. Они уничтожили украинскую промышленность в огромнейшем количестве. То есть, я сейчас боюсь даже называть цифру процентов украинской промышленности, которая уничтожена, поскольку, на самом деле, ее нет, конечно, еще война продолжается. Во-вторых, есть, скажем, часть предприятий, которые сейчас секретно там перевезены внутри Украины, за границу, ряд предприятий в Европе сейчас функционируют украинские. Поэтому тоже тут процент, он плавающий, неоднозначный, но это огромнейшее количество. Уничтожены города, уничтожена частная собственность. В общем, все это Украине необходимы будут сотни миллиардов на восстановление собственной экономики, инфраструктуры. Россия должна заплатить. Безнаказанно такие вещи не проходят, и Россия должна компенсировать то, что она натворила. В той, по крайней мере, мере, в которой это возможно, потому что человеческие жизни не вернут. И тут пятый момент появляется. Это правосудие. Ненаказанное зло, оно, как это по-русски, оно является, в общем, оно будет повторяться. И поэтому военные преступники, военно-политическое руководство России должны понести ответственность, предстать перед судами, трибуналами. И более того, поскольку эта война продиктована целым рядом хронических болезней внутри расистой государственности должен быть произведен процесс осуждения и развенчания всех ключевых постулатов расшизма. Украинский парламент, Верховная Рада, недавно приняла постанову относительно введения в юридическое поле понятия расшизм. И где в самом документе постанове идет расшифровка и описание, что такое является расшизм. Условно, если взять очень коротко, то это смешанные идеи нацизма, большевизма и империализма российского. Ну и там выводятся критерии. Тем самым, ИНО показывает, что проблема не в Путине и победить Путина недостаточно. Проблема это в том, и тут короткий экскурс, постараюсь максимально коротко, в том, что когда развалилась Российская империя, она не осудила собственные преступления, не осудила эпоху колонизации. Франция очень тяжело проходила процесс отказа от колонизационной политики. Последнее, это был Алжир, от которого Франции пришлось отказаться. Это были теракты, это было противостояние внутреннее. Это очень сложно удалось Франции, но они это прошли, отказались, осудили и выкинули на свалку истории, оставили это историком. И этот процесс был в Британии, например, которая тоже отказывалась от своих колоний. И самый сложный, наверное, был момент отказаться от Ирландии, признать, что Ирландия самостоятельное государство, что это самостоятельная нация, которая способна управлять своим государством, имеет свое будущее безотносительно к Британии и без роли Британии в будущем, Ирландии, той, которую бы Ирландия сама бы не хотела. И они отказались. Как это произошло? Через поэзию, через литературу писателей, Байрона, всех остальных. Это происходило через работы журналистов, ученых, политиков, журналистов, которые посмотрели на ужасы колониализма глазами колонизируемого. И они осудили это. Эти общества прожили эту проблему. Они это у себя искоренили и перешли в новую эпоху. А Российская империя просто развалилась, пришли большевики и не осудила этого. И, соответственно, уже там в первом поколении в Советском Союзе вернулась глорификация Катерины, Петра Первого, Ивана Грозного, всех остальных территориальных приобретений Российской империи и в общем самой этой политики. Она стала частью национального мифа. Вошла в учебники по истории, учебники по литературе, а не была осуждена. А дальше развалился Советский Союз. И мир снова наступает на те же самые грабли. Появляется Ельцин и мир говорит с чистого листа начинаем перестройка всего по новой и забывает о том, что Советский Союз это культ вождизма, это нулевая цена человеческой жизни. Бабы еще нарожают. Это оттуда пришло к нам. Это красный террор 30-е годы. Уничтожение интеллигенции, просто уничтожение людей. Это концлагеря, которые придумали не нацисты в Германии, а Советский Союз придумал. И потом нацисты и большевиков переняли этот опыт и просто уже наладили конвейером эти газовые камеры и все остальное, что стало такими ноу-хау немецкими к советскому концлагерю. И это не было осуждено. Прошло буквально меньше поколения и в России это гларифицировано. И Сталин из развенчанного культа и всего остального снова становится почитаемым образом в России героем для подражания и ролевой моделью. А НКВДшники снова появлялись в российском телевидении, в фильмах, как, конечно, сволочь, но он же за державу, он же за государство. Вот он такой мерзкий тип обязательно в фильме, но при этом настоящий мужик. При этом в конце фильма мы узнаем, что он таки за правое дело. Российская пропаганда это укатывала и поэтому когда сейчас российский обыватель, условно мой ровесник смотрит, как сносится памятник Екатерине Второй в Одессе, памяти, который в 2000-х был поставлен, то есть это не какой-то исторический, Екатерине, которая выжгла, просто уничтожила сечь и все устройство Украины, самоуправление как таковое, которое принесло в Украину рабство, которое разогнало институт учителей в Украине, которые ходили по хуторам, и у нас было одно из самых образованных населений в Европе за счет того, что и дети знать и не знать и все обучались, и дети, и девочки, и мальчики учились, которые разогнали уклад украинской церкви, имеется ввиду Катерина и все остальное, ей сносят памятник, но российский обыватель, мой ровесник, даже не знает, он смотрит это и говорит, да что вам такого плохого эта тетка сделала, ну ведь классная же была, какая-то там, ну что-то, не знаю, что-то великое же сделала, не зря ее так называют, это должно вернуться в российские учебники, это должно быть прививкой от того, чтобы в российском обществе никогда более ничего подобного не происходило, ведь мир без России прожить может, и миру на самом деле учиться жить без России не надо, как оказалось, даже без российской нефти, газа и всего остального, даже Европа, которая находилась на этой иголке, вполне себе может прожить, да, с некоторыми тяготами, но это только тяготы переходного периода, а так вполне себе, и без российской культуры, оказывается, могут функционировать лучшие театры мира, и без российских художников и их выставок также могут функционировать галереи и литература и все остальное, доходя до логистики, торговли и инноваций, прости господи, вообще смешно относительно России, об этом говорить, но ключевой вопрос в другом, Россия без мира не может прожить, вот в чем фокус, поэтому вопрос не в том, как миру жить без России, вопрос в том, что России необходимо будет сделать, чтобы вернуться к цивилизованному миру, после того, что они сейчас натворили, после того, что они сейчас творят, и вот это пятая компонента украинской победы, того, что мир должен стать безопаснее, чем он был до российского вторжения в Украину, поскольку до этого была Грузия, до этого было Приднестровье, это постоянные угрозы были балтийским странам, это Беларусь, которая фактически в объятиях российских амбиций утратила свой суверенитет, и это многие другие страны, и доходя, и тут через запятую можно добавить и Армению, на самом деле, для которой Россия угроза, и Казахстан, который прекрасно для себя понимает, и вообще, когда вот идет речь об ДКБ, который уже просто прекратил свое существование в действительности, это на сегодня уже просто мираж, который остается в виде неких инфрациональных форм, но при этом содержательно у ДКБ уже не существует, там нет ничего общего, все всегда обращают внимание на эту аббревиатуру, что это организация договора коллективной безопасности, но там есть, как любят говорить, ментальная составляющая, либо скрытая от глаза, не писаная еще продолжение этой аббревиатуры, организация договора о коллективной безопасности от России, ведь все государства, которые шли в этот союз, они понимали, что они идут драгоценными камнями в имперскую корону Москвы, и они тем самым, что соглашались пойти в этот проект, они минимизируют для себя безопасностные риски, прежде всего, от Москвы, потому что иначе Москва могла сделать каждому из этих государств больно, и они понимают, что им приходится делегировать часть своего суверенитета, и приходится идти в этот союз, ровно для того, чтобы Москва не действовала агрессивно по отношению к ним, ровно для того, чтобы обезопасить себя безопасно, от рисков от Москвы. Это опять было очень четко, армянское общество к этому пришло само, недавно были опубликованы результаты опросов, снова подтвердилась старая тенденция о том, что основной угрозой безопасности, причем уже не только политической и военной, но теперь и экономическом плане, значит, идет Азербайджан, Турция, что понятно, это эмоционально, на третьем месте идет Россия. То есть, дальше уже не существует никого там, то есть, Россия, это порядка треть опрашиваемых. Это огромное число треть опрашиваемых, которые в опросе, то есть, к незнакомому человеку, который пришел к нему в квартиру, и который на самом деле неизвестно еще кто, они вот так в лед экстраполируют. К сожалению, я лишь добавлю к твоим словам, что тут, опять же, Украина и Армения достаточно похожи. Мы заплатили огромнейшую цену за осознание этого, поскольку, если вот положа руку на сердце, сказать, а как было в Украине, то я могу сказать, что в Украине до оккупации Крыма России приблизительно та же самая картина была. Риски от России, конечно, где-то там фоново, ну, профильные эксперты понимали, но тоже вытесняли. А если говорить об обществе, то никто не мог вот эмоционально сугубо на уровне психики блокировалось представить себе войну России против Украины. Но это было что-то такое из области, ну, это невозможно, потому что это невозможно. Вот из серии, это просто не, это что-то из другой реальности, это что-то, что из области фантазий. И в украинской обществе была ровно та же ситуация. И только когда Россия оккупировала Крым, в Украине все стало на свои места, и общество осознало прекрасно, откуда идут риски. А до этого мы тоже проходили этапы Ющенко, прозападного президента, как его в Москве клеймили, который при этом первый свой визит совершил в Москву после избрания. И пытался проводить политику многовекторности и балансировать, интегрироваться в Запад, но при этом балансировать с Москвой. Мы проходили Кучму, который был в классической модели многовекторности, но при этом, слава Богу, действительно чувствовал вопросы безопасности, когда Россия попыталась первую свою провокацию осуществить уже полувоенного характера, это остров Тузла, когда они просекали на территории отца Украины. То остановило их только одно, то, что Кучма дал указ стрелять на поражение, если они пересекут украинскую границу со своей дамбой. Либо там Мешковщина, 96-й год, если я не ошибаюсь, когда первый раз Россия попыталась аннексировать Крым, начав сепаратистский шрабаш, избрав якобы президента Крыма, конституцию и все остальное, и в общем принимая решение присоединиться к России в серии, когда сработали украинские службы, это остановили. То есть, у нас все это было, и были тревожные звонки, их было много, но общество тоже их предпочитало не замечать, вытеснять, поэтому сейчас мне где-то аналитически, а где-то даже просто по-человечески, эмоционально понятна позиция армянского общества и шире той ситуации, в которой оказалась Армения, поскольку при всех разницах нельзя никогда сравнивать две ситуации и никогда не бывает полных аналогий, но тем не менее значительная часть из того опыта, который сейчас приобретается Армении, он очень сильно резонирует с тем опытом, который есть у Украины. Это мы здесь закончим сегодняшнюю нашу беседу, здесь есть хорошие наработки, мы дальше посмотрим, что происходит, я попрошу где-то в ближайшие через две-три недели, как бы смешно это не звучало, снова попытаемся найти время, поговорить, потому что я думаю к этому времени у нас будет кое-что обсудить и по внутриармянской тематике тоже, а сейчас я действительно очень благодарю за то время, которое Алекс Акер нам уделил, это действительно было интересно, наши эксперты это, конечно, оценят, люди, которые нас смотрят, будут ждать этого интервью, я снова напомню, кроме всего прочего, что для тех, кто более или менее владеет украинским, у Олега есть аналитический канал, и вы всегда можете в онлайн-режиме следить за его аналитикой относительно украинских событий на его YouTube-канале, который вы запросто можете сами найти, набрав Алексей Акер. На этом все, спасибо большое, Олег Джан, вам спасибо, мы обязательно встретимся. Спасибо за субтитры Алексею субтитры Алексею субтитры Алексею субтитры Алексею